Все, вот это шланг. Видите? А вот это бочка. Это вода. Вот это станция, которую ты продал мне. Не работает. Что будем решать? Или по-другому решим? Здравствуйте, господа. Сегодня рассмотрим, какие нюансы возникают при работе на штукатурной станции с подключением воды из бочки. Первый нюанс. Какую бочку стоит выбрать? Мы рекомендуем выбирать полуторакубовую бочку. С чем это связано? Такого объема воды, как правило, достаточно на одну рабочую смену. Как правило, у бочки есть нижнее подключение воды. То есть из нижней части выходит кран. Сразу схематически изобразим штукатурную станцию с водяным насосом. Рекомендуется устанавливать на данный кран фильтр грубой очистки. После чего подключать водяной шланг к водяному насосу штукатурной станции. При этом длина шланга не должна превышать более 15 метров. Очень актуален вопрос чистоты воды, если вы хотите, чтобы ваш водяной насос жил долго. Соответственно, нельзя допускать мытья рук инструмента набора воды из бочки в ведра. Также существуют бочки с отсутствующим краном. В таком случае у нас будет верхнее подключение воды. Первое, что стоит учитывать. При верхнем подключении, перед запуском станции, перед запуском самого водяного насоса, необходимо заполнить всю водяную систему водой, для того, чтобы насос не работал в холостую. Помимо этого, при таком подключении, необходимо использовать обратный клапан. Он поможет вам избежать скачков уровня воды в расходомере. Соответственно, поможет избежать попадания в расторный шланг сухой смеси. Это, пожалуй, все нюансы, которые стоит учитывать при работе из бочки. Продолжение следует...